Клубничная пастила. Готовимся к сезону. Скоро поспеет клубника. Если у вас есть сушилка, то обязательно делайте клубничную пастилу. Можно делать также в духовке. Пастила получается ароматная, тягучая, мармеладная, очень вкусная и насыщенная. Если делаем сушилки, чтобы загрузить 3 лотка сушилки, понадобится чуть меньше килограмма клубники 700-800 грамм, наверное. Грамм 50-70 сахарной пудры и столовая ложка крахмала. Сахара можно брать вдвое меньше, чем клубники, но можно взять еще меньше. Некоторые вообще используют сахарозаменитель, но это уже кому что. Без сахара пастила может начать портиться. Клубнику перебираем, отрываем хвостики, убираем подгнившую. Засыпаем сахаром и перемалываем блендером. Ставим в кастрюльке на небольшой огонь и кипятим 5-10 минут. Разливаем по лоткам сушилки застеленным пергаментом. Сушим где-то при 70 градусах порядка 10 часов. Пастила считается готовой, когда не липнет к рукам. Если после сушки вы не можете отлепить от пергамента, то поступаем следующим образом. Рабочую поверхность щедро посыпаем смесью пудры и крахмала. Выкладываем на нее лист пастилы фруктовой стороной вниз, а пергамент смазываем водой с помощью силиконовой кисточки. Через минуту-две снимаем пергамент, а пастилу посыпаем смесью пудры и крахмала. Все, пастила готова к употреблению. Хранить можно в банке, а можно и не хранить, а есть. В любом случае на воздухе она подсыхает, а если закрыть плотно в банке, запросто доживет до следующего лета. Делать пастилу можно из разных фруктов и ягод, даже из арбуза и дыни. А еще, как вариант, можно смешивать разноцветные фрукты, например, яблоко и слива, малина и груша и так далее.